Брестский рынок – одна из тех площадок, где людей всегда много. В большом ассортименте овощей и фруктов сегодня особое место занимают грибы. Белые подосиновики, лисички и зелёнки. Несмотря на то, что торгующих немного, выбор есть. Людмила сбором грибов на продажу занимается уже около 10 лет. И за своим тихим уловом вместе с мужем и свекровью она ездит на пружанщину. Признаётся, что этот год особенно урожайным не назовёшь. Поэтому и спрос на грибы есть. Мы ездим с мужем со свекровью, уже лет 8, наверное, занимаемся. Получаем удовольствие, людям доставляем удовольствие. Как правило, грибники на рынке опытные. Они всегда знают, что подсказать покупателю. Правда, и о безопасности своего товара не забывают. Поэтому каждую партию продаваемых грибов проверяют на химический состав. Покупают, проверяем всё. Лабораторию делаем, всё хорошо. Я вот туда, в сторону санатория Береси, то у нас там чистая зона. А бывает и проверяют, то бывают и вот такие загрязнённые. В последствии Чернобыльской аварии и её негативное влияние на экологию Беларуси сказываются до сих пор. Природа в наиболее пострадавших районах благоухает. Однако за внешней красотой скрывается большая опасность, имя которой – радиация. Её измеряют в лаборатории рынка. И если уровень превышает допустимую норму, то такой товар к реализации не принимается. Все грибы, которые продаются на рынке, проходят радиометрический контроль. В этом сезоне уже было превышение по грибам с Малорийского района. Это две пробы зелёнки и одна проба польские грибы. Поэтому обязательная просьба всех, кто покупает, спрашивать талон с лаборатории, где указано. Если мы даём талон, это доказывает разрешение на продажу. Если нет талона, значит грибы могут быть непроверены. Но мы обязательно проходим и смотрим, чтобы проверяли грибы на радиацию. Радиацию в продуктах нередко называют скрытым убийцей. Попадая вместе с пищей в организм, радионуклиды создают эффект внутреннего облучения, который длится до тех пор, пока радиоактивное вещество не распадётся или не будет выведено из организма. Впоследствии это приводит к длительно незаживающим язвам различных органов и провоцирует возникновение злокачественных опухолей. Несмотря на то, что ежегодно мы даём информацию о отравлении грибами, как их избежать, как профилактику провести этого нехорошего осложнения. К сожалению, ежегодно около 80-50 отравлений грибами происходит по обрезкой области. Что делать? Выход один – перестраховываться. Покупая грибы на рынке, помните, что вы имеете право попросить у продавца документ подтверждения годности продукции. Тогда грибной суп или наваристая солянка в холодные зимние вечера подарят только приятные эмоции.